всем привет дорогие друзья сегодня у нас очередное видео винтажных и не очень винтажных мы всяких разных украшений моих находок в канадском секонд-хенде давно я не снимала вот решила что пора пришло время и показываю вам то что я нашла из моих по из моей последней коллекции вот пока что вот так вот все выложила на на стол у меня новая подложка такой мягонько одеяльца красивого серого цвета я очень надеюсь что наконец-то это будет удачно я наверно перебрала штук штуки три-четыре разных фонов для показа украшений и все как-то было не то может надеюсь что наконец-то я угадала то кто гремела то стучала то цвет не тот рисунок какой-то в общем я надеюсь что наконец сейчас все будет хорошо ну давайте рассматривать итак первое украшение это у нас бусы кстати сегодня много будет много будет украшение с маркировкой но не все я смогла разобрать вот некоторые дал до разобрала некоторые маркировки такие что я не могу понять не могу прочесть и уж слупа и так и эдак но как-то вот ничего мне не получалось но в данном случае вот эти бусы у них маркировка понятно здесь есть верх ногами вас червами как вы видите но это прям таки типичные типичные бусы для в с червами не много таких вот есть вещей как правило они не стеклянные а пластиковые вообще все украшением с маркировкой west germany они как ни странно хотя казалось бы да немецкое качество и все такое они не очень качественные часто у них много всяких недостатков и во всяком случае никогда практически я не видела чтобы клипсы или бусы или броши были сделаны из стекла кристаллы всегда это как правило пластик но тем не менее они очень красиво блестят переливаются здесь тоже есть небольшой недостаток вот эти вот две нити они не не очень хорошо закреплены на этой застежки несколько раз у меня было что они у меня отрывались ну как бы вот это вот этот крючочек его просто нужно зажать потому что они падают с этого зажима вот такая вот у них застежка конечно же старенькая конечно же винтажная стоили они мне вот 499 5 долларов все отрезала этикетку очень симпатичные бусы очень красивого цвета несмотря на то что это пластик они блестят и переливаются и застежка красивая такой как будто бы камушек но на самом деле нет конечно это пластик и очень красивые вот эти вот обрамление вот этих бусин я не знаю как это правильно называется вот эти вот детали и также на застежке тоже очень красивая вот вот рамочка для оправа вернее для вот этой вот бусины которая находится на застежке вот такие вот они не очень длинные одна нитка длиннее другой красивый очень такой медово-конечного цвета очень красивый бусин следующий бусы похожего цвета раз мы уже говорим о бусах тут у нас сегодня немножко броши кулон браслет одни сережки одни клипсы вот такие вот вот такие вот бусы колье вернее это не бусы тоже стоили мне они 8 долларов намного дороже довольно дорогие много я за них отдала ну относительно конечно ну что делать у нас как-то странно цены поднимаются опускаются то иногда заходишь там все по 3 доллара иногда иногда приходишь и все по 8 в общем как-то странно ну короче очень красивые конечно же винтажное колье с тоже бесподобно красивыми кристаллами коньячного или медового цвета маркировочек никаких нет но прекрасная сохранность смотрите обратная сторона вот такая вот красивая у нас как всегда завалил навалило снега и чистят соседи снег поэтому это странное шуршание не обращать внимание это лопатой по асфальту вот застежка крючок маркировок нет никаких вот такая вот интересная цепочка симпатичная и на конце вот такой вот просто шарик который ни о чем не говорит иногда на колье вот на таких вот типа кора у них нету маркировки но у них есть допустим концевик вот на конце вот этой цепочки есть определенного вида по моему лиснера тоже вот а вот этот шарик не знаю к чему что почему но к сожалению я искала искала и ничего не нашла в интернете есть много похожих но точно такого я не нашла но это правда они были такого фасона колье похожие разные но очень похожие много было в винтажных колье вот такого типа кора делала очень много и вот но она конечно очень красивая очень красивые кристаллы красивая форма красивые листики в общем вот такой вот замечательно прекрасно и красивое колье наверное я покажу еще одни бусы а потом уже мы перейдем к другу ко всему страну еще одни бусы похожие на первые но конечно же другие я думаю что это стекло по звуку они как-то даже может хрусталь слышите как они шуршат очень похожи на на хрусталь или стекло значит стоили они видите вот эти бусы оценили в 4 доллара что к чему почему не знаю вот так они особо не не очень понимаю по моему что сколько стоит оценивают украшением посмотрите какая же эта красота какая бесподобно красивая нитка такого красивого цвета вот тоже вот такой вот длины они не очень длинные и очень красивая вот это вот застежка сейчас я вам покажу поближе они тоже бесподобно совершенно сверкают переливаются такие красивые бусины а.б. без подобного голубого цвета совершенно такой морской или небесный скорее морская такая более цвет морской волны а это именно вот небесный цвет очень красиво сделана застежка видите немножко она с обратной стороны потертая я пыталась думал что это грязь пытался отмыть но не отмывается но видите вот с этой стороны это просто потертости небольшие все работает застежка тоже вот таким вот образом я может и неправильно застегну не знаю ну в общем вот такая маркировок нету никаких вот и застежка вот это вот элемент сделан видите вот эти бусины такими вот наборными на лесках вот так вот делали клипсы многие то есть вот видите там есть отверстие самой этой пластине и вот так вот они на леске собирались собирались есть такие брошки есть такие булки есть такие клипсы здесь сделали вот такой вот застежку но мне так нравится их шуршание оно такое приятное вот те пластиковые первые они так не шуршат а эти очень прямо можно получать удовольствие от того что их трогаешь как-то они вот знаете по ощущениям очень приятное ну и цвет конечно очень красиво бесподобны и блестят и переливаются сверкают но в общем бесподобно красивые бусы маркировки нету к сожалению но они конечно винтажные и очень бесподобно красивые давайте перейдем брошем у меня есть две похожие вот это я купила ее довольно ну не то что давно но какое-то время назад я даже ее надевала на в каком-то моем видео где показывал аутфит свой я надевала ее на латком пиджака очень красивая решила вам и показать все таки то что забыл что вспомнил вернее что не показывала ее так подробно очень красивая такая тоже конечно же винтажная брошь видите какая немножко деформированная и видно что старенькая иголочка довольно длинная вот так она выход выступает за за застежку расстегивается все 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 в ней работает такая толстая иголка и вот такая вот она сделана с обратной стороны это просто такие вот золотистые пластины и филигранные листики и вот здесь это mother of pearl по-английски по-русски все время пытаюсь использовать перламутр перламутр все время вылетает мне это слово из головы вот такая вот нежнейшая прекраснейшая брошь очень изящная элегантная она не очень большая но очень красивая и что мне нравится в такого такого типа брошек что они ко всему абсолютно подходит потому что у нее такой цвет и такая и такое такой фасон как мы так скажем дизайн что она не очень бросающийся в глаза но при этом вот нежная такая красивая придает конечно элегантности любому наряду следующая брошь немного похожая на неё очень необычная очень интересная на ней есть маркировка который я не могу разобрать вот с обратной стороны вот здесь вот если вы девочки меня глазастые и если вы поймете речи в общем какое-то длинное слово непонятное никогда не встречалась по поиску по поиск по картинке тоже мне ничего не показал но она очень необычная и очень оригинальная я правда сказать никогда ничего подобного не видела действительно что-то за материал здесь моя стучалка интересно это пластик или пластик на его да как вы думаете ну пластик наверное но при этом она не менее прекрасная за возраст тоже очень трудно сказать потому что у нее обратная сторона такая брошированная и в принципе сохранность очень хорошая я думаю что она не очень старая но очень качественно сделано видно что брошь хорошая вот здесь небольшие есть есть белый кристаллик и два черных непрозрачных кристалла и вот такая вот подвесочка сделана из того же материала повторюсь брошь очень необычная очень элегантная красивая замечательная брошка еще у меня будет кулун на такой под серебро цепочки вот такая у него обратная сторона и на на застежке есть маркировка которую я тоже не смогла разобрать стоит он 5 долларов мне стоил 499 действительно очень красивый кулон очень красивый камень такой я сначала потому что он бордовый но потом я поняла что он скорее коричневый чем бордовый и вот такие мелкие белые прозрачные кристаллики и цепочка такая немножко храненые звенья и она поэтому довольно так красиво блестит и переливается и в канка наконечник у нее знаете здесь вот сделано вот такая вот такой шилдик висит и тоже что-то написано это же я не поняла разбирала разбирала опять же если вы поймете я буду очень рада не пойму я наверх ногами опять держу или что очень мелко очень непонятно написано не знаю может вы поймете это сочетание букв что это такое причем интересно что застежка сделано значит это в принципе удлинительная цепочка то есть его можно застегивать и на удлинительную цепочку вот здесь вот а можно застегивать и за вот этот вот шилдик в принципе так магазине когда она была она была застегнута на вот это вот маркировочный вот этот значок вот но если вы хотите немножко покороче то можно видите вот застегнуть и вот за одно из этих звеньев удлинительной цепочки он не очень длинный вот такой вот он длины можно в принципе сделать его короче но очень симпатичный очень красивый очень небольшой элегантный и изящный кулон и очень нежная красивая цепочка которая у берестита переливается когда вы ее надеваете на себя она очень такая знаете тоже вроде бы простые звенья но они граненые такие выглядят красиво такой вот интересный кулончик тоже про возраст не скажу скорее всего не очень старый но маркировка такая что невозможно понять что это что это и к чему красивая вещь элегантная изящная теперь у нас есть клипсы тоже очень красивая на расчетах положу чтобы они были видны тоже когда в руках держу они не очень хорошо видны приближу телефон камеру вот такие вот клипсы красное гранатовое стекло очень красивая игра огранка очень красиво переливаются вот здесь вот по моему один кристаллик аврора болиарис остальные просто красный красный гранат они небольшие очень красивые вот эти формы кристаллы тоже маркировочек никаких нету ничего не нашла по поиску тоже не удалось ничего найти потому что есть очень много такого типа клипс и гугл выдает очень много похожих но судя по тому что они видите 7 как бы зеркальные это как бы говорит о том что сделано хорошим брендом потому что когда серьги или клипсы вот как с какой с какой то с каким-то углом поворота они сделаны в одну сторону одинаковые так обычно как правило дешевые бренды делают такие чтобы им не надо заморачиваться с правой и левой пары когда в пару кладете то надо подобрать что было право и левое а когда компания подороже то они как вот эти делают зеркальные правые левые клипсы вот такие вот красивые красивые очень красивые клипсы они небольшие и но в принципе довольно нарядные нашла я интересный наверное браслет у меня есть сомнения девочки это браслет или это зажим для салфеток знаете есть такие кольца для салфеток но в принципе они редко бывают такого фасона я вам сейчас объясню почему потому что видите он увеличивается и уменьшается ну вот таких вот малюсеньких размеров то есть принципе его можно надеть на совсем маленькую ручку и на ручку побольше и также можно его так надеть чтобы он посидел на руке плотно или чтобы он был такой посвободнее я все-таки надеюсь что это браслета не а не за кольцо для салфеток ну потому что кольцо для салфетки никогда не видела чтобы она вот так вот раскрывалась собственно говоря зачем я думаю что это вот раскрывается он для того чтобы надеть его на руку сейчас я вам это продемонстрирую но сначала покажу вы видите он конечно же винтажный сделан весь вот на таких вот заклепках это как признак винтажности очень симпатичные жемчужины такие совершенно не по тревоженную так скажем не не побитый не не обрезала и все в порядке все хорошо с ними единственное что вот этот механизм он немножко не совсем работает во всех звеньях вот видите вот есть вот это например звено которое не сжимается в общем как-то он не совсем равномерно есть несколько звеньев которые не совсем равномерно сжимается сейчас я вам покажу его на руке вот так он надевается и вот так вот он сжимается и вот так он выглядит на руке ну правда же красиво и по моему очень удобно в смысле как обычно браслеты не всегда удобно и легко надевать а этот вот такой вот классный очень удобные легкие в одевании и опять же вот он как бы аджастабл ну в общем его можно на разные размеры если рука чуть побольше то можно как-то растянуть если рука совсем тоненькая то можно его сжать вот я на своей вообще полностью могу его практически сжать и он тогда так плотненько хорошо сидит красиво ну необычная вещь я все-таки надеюсь что это браслет развитие мои сомнения но необычная вещь и конечно такая довольно старая это видно что он не современный довольно старенький необычный вот эти от не везде он одинаково закрывается здесь есть какой-то элемент что он низкого может так и надо потому что он невозможно его закрыть полностью в общем я не хочу особо давить на него потому что я боюсь немножко сломать но вот такая вот вещица маркировок тоже никаких нету и последняя шикарная великолепная красавица брошь маркирована красиво этикетка снялась у меня с нее в общем не помню сколько по-моему тоже долларов 8 отдала это брошка кора застежка такая старенькая видно что и вот такая вот красивая брошь прекрасные кристаллы сиренево разные оттенки сиреневого цвета светлее темнее в общем интересный рисунок красавица не дать не взять очень красивая брошка работает все хорошо мне застежечка все в порядке вот причем магазине как-то у нас сейчас такой есть порядок что такие вещи подешевле они как бы висят на стендах а вещь получше и подороже весь заложены как бы за прилавком нужно попросить продавца чтобы посмотреть на нее она вам и покажет вот и они обычно вещи туда кладут подороже и там там действительно вещи лежат там который стоят 15-20 долларов потом они совершенно непонятно почему они так оценили потому что очень часто это совершенно какой-то хлам барахло ну вот на их взгляд это что-то хорошее это стоило вот 8 долларов правда она тоже лежала за прилавком но у нас вот я вам показывала и по 8 долларов это в принципе сейчас нормальная цена в секонд-хенде и там вот такие вот вещи очень даже висят обычно на стенде потому что это не считается уже чем-то дорогим вот как ни странно они маркированную брошь тоже оценили не очень дорого я думаю что они просто не заметили маркировки потому что она видите действительно очень здесь надо так приглядеться чтобы заметить что она вообще есть вот такая такая красавица прекрасная брошка ну вот дорогие друзья такие у нас сегодня были сокровища я надеюсь что вам понравилось я надеюсь что вам было интересно и увидимся в следующий раз в следующем видео примерок показов бижутерии украшений или разговорных видео а на сегодня все с вами была дита из канады всем привет всех люблю целую пока пока бай украшений